С Днем Англии! С Днем Англии! У Серафимов, окружающих престол Божий. Мы сегодня поговорим о человеке, которого как раз так и звали, Серафим. В монашестве Серафим, а в миру Леонид Чичагов, один из иерархов русской церкви, священномученик, известный проповедник и богослов. Он родился в семье военных и крестился в военном храме. И первые опыты служения Богу Царю и Отечеству были у него не в храме, а на поле боя. В чине гвардии поручик он воевал в русско-турецкую кампанию и отличился храбростью, за что был награжден. По возвращении с фронта домой он решил принять духовный сан, на что его навел, на мысль о чем его навел святой праведный Иоанн Кронштадтский. Но до этого была женитьба по любви на урожденной Дахтуровой Наталии, с которой у них было четверо дочерей, и супружескую жизнь не сумели построить по законам христианского общежития, быта пропитанного святостью и молитвой. Однако супруга воспротивилась желанию своего мужа стать священником, и только Иоанн Кронштадтский убедил ее не противиться воле Божией. Спустя некоторое время, когда младшей дочери было пять лет, супруга умирает, скоропостижно заболев. Неправильно я сказал, да? Спустя несколько лет, когда младшей дочери было всего лишь пять годиков, супруга заболев, скоропостижно умирает. И Леонид, тогда еще священник, хоронит ее в Серафимодивеевской обители и для себя оставляет место, хотя там ему не суждено было быть погребенным. В эти годы священник Леонид Чичагов занимается составлением Серафимодивеевской летописи, которая потом легла в основу канонизации преподобного старца Серафима Саровского, любимого святого на Руси. После смерти супруги созревает желание принять монашество, он отдает дочерей на попечение проверенным хорошим людям и поступает в братью Троица Сергиевой Лавры, а со временем становится епископом. Как архипастор он сменяет несколько кафедр. Вначале это кафедра в Сухуме, затем в Центральной России, а затем Кишинев. Наступают переломные жуткие годы революции и святитель Серафим получает назначение на Варшавскую кафедру, однако в Польшу он так и не доехал. Его арестовывают раз, потом второй раз, потом Архангельский концлагерь, потом отпускают, потом опять арестовывают и начинается судьба священника и гонимого священнослужителя, который разделил он с тысячами подобных судеб в это страшное время. Его жизненный путь окончился в 1937 году, когда ни с чем не сравнимая по масштабам как раз была закручена кампания уничтожения православных христиан в нашей стране. Его расстреливают в деревне Бутово под Москвой в этой общей могиле, по сути, для очень большого числа простых людей, священников и монахов. Там обрывает свою земную жизнь, уже будучи старцем, ему было более 70 лет, он таки не умирает своей жизнью, а проливает кровь, не отрекаясь от веры. В те страшные годы многим казалось, что уже все, что уже наступает конец истории, что близок антихрист, что мир не выживет и не вылезет из этой страшной ямы, в которую скатывается и благодаря мировым войнам, и благодаря развалу собственной страны и всем этим апокалиптическим делам. Однако же мир выстоял, мир продолжает жить, как говорил один из поэтов, жизнь жительствует. И все это в немалой степени благодаря тому, что наша жизнь выкуплена и продлена ценой крови твердых вере праведников, священно-мучеников, мучеников. Теперь их именами пестрят календарные листки буквально в каждый день. Кроме носящей химии Серафим, мы сегодня поздравляем с Днем Ангела Степана, Иринарха, Василия, Григория и Федора. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова